21 июня в России отмечается День кинолога. Вообще официальное название этого праздника – День кинологических подразделений МВД России. Но многие собаководы давно считают этот праздник своим, отбросив все формальности. О людях, для которых собака – это лучший друг, а ее дрессировка – неотъемлемая часть жизни, расскажет Мария Лапчева. Это особая команда, можно сказать, собачье признание в любви к человеку. Протягивая лапу, она дает понять – я тебе доверяю. Катана, так зовут эту четырехлетнюю немецкую овчарку, победитель многих выставок и конкурсов. По команде умеет не только препятствия проходить, но и атаковать. Например, может задержать и удержать преступника, и даже сопроводить его под конвой. Однако в органах она не работает. Катана – исключительно гражданская собака. Собака должна быть социально адаптированная, в первую очередь сейчас в современном мире, и уметь выполнять команды хозяев, слушаться их. Но в то же время выполнять и защитные функции. Дмитрий Спиридонов тренирует собак уже больше 20 лет. Начал со своего первого питомца. Потом затянуло, остановиться уже не смог. Понял – кинология – это его призвание. Конечно, не каждому дано тренировать собак, но нужно понимать – если вы завели четвероногого друга, без этого не обойтись. Начинать лучше с 4-5 месяцев. Конечно, желательно пойти на специализированный курс. Курс молодого бойца – это подготовка щенка. Здесь вам правильно расскажут в клубе, на дрессировочной площадке, как правильно сформировать навыки, что значит научить собаку подчиняться, что значит научить собаку играть, как правильно играть. Помимо дрессировок, собакой можно заниматься отжилити. Это относительно новый вид кинологического спорта – соревнования, в которых человек – проводник для собаки, проходящий препятствия. Михаил Шмелев занимается отжилити всего два года, но уже добился больших успехов вместе со своим питомцем Зор. У меня на руках сейчас Зора. Это чемпион России по отжилити. Занял в этом году второе место. Собака очень умная. Зора, 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 низ, низ, Зора, 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 низ, низ, низ. Зора не только умная, но и веселая собака. С радостью позировала в кадре и неугомонно выполняла любые команды. Но за свою работу высоких гонораров не требовала. Согласилась на сосиски. Зора, 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 ручки, ручки. Специалисты уверены, тренировать нужно любую собаку. Неважно, собираетесь ли вы участвовать с ней в соревнованиях или показывать на выставках, или просто хотите иметь рядом умного питомца. Это полезно для физического и умственного состояния четвероногого, для его нормального развития и отличного настроения. Мария Лапучева, Кирилл Евгеньев, телеканал ЛРТ.